Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Кроме того, в этом году стартовала программа Лига мастеров Свои знания и умения решили прокачать 130 руководителей В этом году на конкурс «Хочу стать руководителем» было подано рекордное количество заявок А все потому, что финалисты в новых должностях живой пример исполненной мечты И, к слову, тут важен не сколько опыт и даже стаж работы именно на ГОКе сколько целеустремленность и желание расти Настоящий быстренец действует решительно Например, Сергей Слепов оператор теплового пункта долго ждать не стал и уже через пару месяцев после трудоустройства подал заявку на конкурс «Хочу стать руководителем» Руководство заметило и доверило исполнять обязанности мастера участка Говорит, даже не представлял, что быстро настолько его впечатлит Как упакован, скажем так, быстренецкий ГОК? По последнему слову технику? В целом я даже не ожидал такого лепутата Он очень положительный Я думал, что, ну, как бы здесь хорошо, но не настолько Здесь прямо все идеально, вот честно Здесь, как начинается, с технической части оборудование все руководство, персонал охрана труда здесь на высоком уровне поддержание полностью, порядка всего Можно сказать, как часы Здесь каждый элемент, он друг к другу подогнан и все вперед, мы просто движемся Вахта, признается, пролетает незаметно Помимо работы в скоротечности помогают спорт и участие в корпоративных программах Например, «Кому не все равно» Она дает возможность сотрудникам из совершенно разных подразделений объединяться для решения одной бизнес-задачи Сергей, расскажите, почему выбрали в программе «Кому не все равно» именно эту команду и над каким проектом вы работали Какие, может, от вас были классные идеи? Я выбрал программу в том, в котором я живу Мы с командой занимаемся по устройству Вахта, по что можно изменить Как улучшить условия Почему вам эта тема близка? Потому что я всегда сталкивался по работе с технической частью А здесь такая более творческая часть И я себя никогда не пробовал в таком ключе И мне стало интересно И это очень квадратно влияет на карьерный рост И в ближайшее развитие А вот Александр Гладков и вовсе сменил профессию Он остался работать тут же на любимой «Быстре» Только уже не геологом Решил карьерно расти уже не в карьере А в новом для себя направлении Сейчас он работает ведущим специалистом В управлении по развитию производственной системы Занимается бережливым производством И повышает операционную эффективность компании Что входит в ваши обязанности сейчас? В данный конкретный момент мы оптимизируем ТО автосамослов Тем самым повышая коэффициент использования оборудования И коэффициент технической готовности Параллельно я помогаю коллегам в вопросах, связанных с фабрикой Сейчас сделали небольшую работу по опробованию салфеток-пресс-фильтров Магнетитовых Чтобы понять, что у нас на салфетках оседает И с чем это может быть связано Но ваш опыт в геологии вам пригодился? Ну, конечно Каким образом? Ну, как минимум, чтобы понимать Из чего вообще состоит вот этот осадок на пресс-фильтрах И откуда он вообще к нам пришел За компьютером на новой должности Все время сидеть не приходится Ту же горную технику нужно изучать прямо на месте Пачкая руки в поисках истины Работа в полях как будто бы и никуда не исчезла Кстати, день геолога он празднует до сих пор Все же 12 лет посвятил этой профессии Вот кабинет, в котором все начиналось 6 лет назад Когда я пришел в Горко-Быстринское геологом На сопоруждающую эксплуатационную разведку В этом большом кабинете у нас проходили планерки Собрания здесь мы обсуждали грядущие планы на смену на месяц Ну, наверняка забыли название всех минералов Настоящий геолог этого не забывает Вот эталонная коллекция, которую мы начинали делать 6 лет назад Замечательно блестят медные наши руды С скоплениями магнетита, граната и флагопита А, ну все помните, да? Ну, естественно Ничего не забыли Такое не забудешь Важно, чтобы руководители участков не просто замечали тех, кому уже тесно в оранжевой каске Но и смогли поддержать, направить Вадим – один из наставников, который искренне гордится своими подчиненными И дает им главное – возможности Вадим, вы как руководитель как относитесь к тому, что ваши сотрудники участвуют в программах по профессиональному росту? Ну, очень классно видеть своих сотрудников, вовлеченных в работу Которые максимально эффективно увлекаются во все поставленные задачи И являются примером для своих коллег Вот мы заметили, что очень много активных людей и сотрудников именно с технологического участка И в том числе их будут награждать и благодарственными письмами Вот есть ли какая-то взаимосвязь? Ярким примером служит Краснова Юля Это единственный мастер-женщина на обогатительной фабрике Которая участвует во всех проектах А также фабрика идей, кому не все равно Вум майнинг вообще очень активные позиции занимает Что и стало основным фактором для повышения ее по карьерной лестнице А мы находимся в самом центре фабрики На технологическом участке Вместе с нашей героиней Юлией Красновой Юля, расскажите Я правильно понимаю, что именно с этого места Начался ваш карьерный путь на Быстринском ГОКе? Да, вот именно в это место я пришла на Быстринский ГОК Я была флотатором Вообще на фабрику я пришла растворщиком реагентов Далее дозировщиком реагентов была Была фильтровальщиком Была оператором пульта управления Совмещала работу крановщика Кофты! Крана, да, мостового Я всегда кому-то что-то пытаюсь доказать Прежде всего я хочу доказать всем, что я не женщина, а я профессионал в своем деле Жажда к развитию зародилась еще до Быстринского Желание повышать свои скиллы росло вместе с количеством должностей в трудовой Еще на первом месте работы Дома ждала большая семья, муж и пятеро Пятеро детей Где закалился ваш такой стальной характер? Мой стальной характер закалился именно там, где я начинала свой трудовой путь У нас было очень много мужской работы, потому что у нас был чисто женский коллектив И вся мужская работа физическая, она, конечно, ложилась на наши женские плечи Перебирали даже шары, которые идут на измельчение Очищали венцовые шестерни на мельницах Мы убирали масло от приводов Работали под мельницами Отбойными молотками отбивали все слежавшееся там Но мы с этим справлялись Стартовая карьерная ступень на «Быстре» началась, когда фабрика проходила этап пусконаладки Вместе с первыми шагами комбината двигалась июля Изучая практически с нуля автоматику, новые реагенты Что тогда входило в ваши обязанности и как сейчас расширился объем? Тогда входило в обязанности следить непосредственно за технологическим процессом и за извлечением меди Сейчас у меня зона ответственности расширилась в пять раз Тогда я отвечала только за свою безопасность, а сейчас я отвечаю полностью за смену Ну а теперь мое рабочее место здесь Это раскомандировка фабрики Здесь мы выдаем свои на ряд заданий Как отделение дробилки, измельчения, флотации и фильтрации Всего сколько на вас лежит направлений, скажем так? У нас направление гравитации, мельница до измельчения, флотация, сепарация магнитная, магнитно-гравитационные сепараторы и отделение реагентов Кстати, о том, что она стала победительницей в конкурсе «Хочу стать руководителем» Юля узнала в аэропорту Когда возвращалась с финала премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли» «Women in mining» в 2022 году Я знаю, что вы состоите в женском движении «Свети ярче» И в принципе вы очень активный сотрудник Откуда столько энергии? Вот вопрос от всех Я привыкла всю свою жизнь быть первой Женщин не так много на предприятии И многие женщины растворяются, что ли, в мужском коллективе Нужно быть посмелее Да, посмелее, поактивнее И тогда можно и с Харатьяном песню спеть, да? Да, и можно и с Харатьяном песню спеть За то, что любые Мы птицы на весу Они и зимой На нас слышны Любимые мои Да, ведь Многие после этого говорили, что у нас были с ним репетиции Репетиции никаких не было, конечно же Любимый, любимая Юля Помимо конкурса «Хочу стать руководителем» на Быстринском ГОКе Есть программа «Лига мастеров», где можно также профессионально расти Ее активный участник – сотрудник управления промышленной автоматизацией Алексей Буц Алексей, доброе утро Доброе утро, Валерия Расскажите, где мы находимся? Такое интересное у вас оборудование Мы сейчас находимся в лаборатории участка автоматизации ГОК Здесь у нас оборудование для комплексного диагностики контрольно-измерительной аппаратуры Здесь происходит диагностика, ремонт оборудования И отдаем работникам для установки на места эксплуатации Это вот какие места эксплуатации? Это насосные станции, косы, оборудование вентиляции, то есть инженерные системы, тепловые пункты Также у нас есть оборудование вентиляции на обогатительной фабрике В этом кабинете уже происходит более ювелирная работа Тут восстанавливают неработоспособное оборудование Например, шестерни лопасти на вентиляторы и не только можно напечатать на 3D-принтере Алексей пополняет знания как самостоятельно из открытых источников Так и благодаря программе Лига мастеров Обучение построено таким образом, что мы там разбиваемся на команды И приходится взаимодействовать, так что коммуникации очень хорошие возникают Ну и по работе я как бы пользовался новыми знакомствами Мне это тоже очень помогает Ну вот, сегодня зря В прошлом году его фото украшало доску почета А это дорогого стоит, между прочим Быстринцы не дадут соврать Такой внутренний стимул дал силы для новой карьерной ступени Летом мужчина замещал начальника участка Прошел боевое крещение достойно Говорит, думать приходилось уже не тактически, а стратегически Преобразуется переменное напряжение в сети Состоянное и запитываются приборы автоматики Ну вот, на примере вот этого блока питания У нас подается переменная 220 И выходит постоянно 24 Можно посмотреть То есть мастер, несмотря на то, что у него обязанности Это больше организаторские, скажем таки Ну решил и самому разбираться в оборудовании Обязательно Просто где-то советом помогать Ну и проверять работу за подчиненными Руководить это мало Еще надо разбираться в нюансах работы, характеристиках оборудования Каждый день мужчина применяет в работе свои знания По первому педагогическому диплому Доходчиво объясняет новичкам и журналистам Вы рок-группу же слушаете? Слушали? А, и Сидиси Ну, ладно, давайте Зайдем с другого Ладно, музыка у вас не очень Ну, Марвел же смотрите Железный человек Так Там есть очень популярный такой трек используется Вот как раз эта группа Сидиси исполняет ее От оси Вот, Диси окей Диси это постоянное напряжение А оси это переменное Присмотритесь к себе Если ваше сердце чаще стучит при мысли о новых сложных задачах А энергия пробивает карьерный потолок Это хорошие симптомы И верный признак скорых перемен А теперь проникнете смелостью экс-геолога Александра Упорством и настойчивостью Юлии Решительностью Сергея И целеустремленностью Алексея И вперед Навстречу новой ступени В 2024 году Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин